Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 19 августа Святая Православная Церковь празднует память преображения Господня. Этот праздник связан с такими событиями, при которых Господь преобразился явным, видимым образом перед Своими учениками. Есть замечательный жанр церковного песнопения – тропарь. И вот в этом тропаре говорится – преобразился есть и Христе Божий, показавый славу ученикам Твоим. «Як уже Мажаху, да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный» – преобразился на горе Христе Божий. То есть на горе, высокой горе, взошел Господь, взял с собой трех своих учеников – апостолов Петра, Иакова, Иоанна. Это были самые близкие и доверенные Господу ученики. И взошел он в эту великую гору, Фавор, и там молился. И вдруг апостолы увидели, что с неба к нему спустились два великих пророка ветхозаветных – апостол Моисей и апостол Илья. Они явились и разговаривали с Ним, а сверху был голос Божий. И о чем же говорили пророки с Иисусом Христом? Святой Евангелие говорит о том, что они говорили о том пути, который предстоит прийти Господу Иисусу Христу, о страданиях Его. Слава Великая, вот этот облако Божий голос, эта слава Божия, она как бы накрыла всю эту гору апостолов. И апостолы видели, что одежды Иисуса Христа сделались яркими, белыми, как снег, а лицо Иисуса Христа просияло, как солнце. Это удивительное зрелище не смогли выдержать человеческие силы, и они попадали, закрылись. Кстати, и на иконе это изображается. И апостол Петр вот в этом восторге и радости, даже не понимая, что и говорил, говорил, Господи, разреши мы сделаем три палатки, три кущи, тебе, Моисею и Илье, и останемся с тобой так, им было хорошо. Но вот этот миг закончился, когда было вот это откровение, и они, открыв глаза, увидели, встали, что Христос опять имеет прежний вид. Вот, вы знаете, незадолго до этого события в Евангелии описываются такие слова Господа, когда Господь говорит, что многие, которые стоят здесь сейчас, не вкусят смерти до того, как увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. То есть, вот эти три ученика, апостола, они увидели Царствие Божие, пришедшее в силе. То есть, Христос преобразился видимым образом, и этим преображением как бы накрыл, как теплым, светлым покрывалом своих учеников. Им стало так хорошо, что они захотели продлить этот миг на века. «Останемся здесь с тобой навечно. Хорошо нам быть с тобой». Вот это образ, даже и чувственный образ, который дается познать человеку при общении с Господом, когда ты рядом с Ним. Вот эта благодать Божия, она и привлекает сердце верующего человека. Есть традиция такая на Руси у нас, что в этот день освящают яблоки, говорят, яблочный спас. Но, конечно, с церковной традицией ничего общего созревания плодов не имеет. Просто так получилось, что к этому празднику созревают плоды, яблоки. И поэтому люди, понимая, что Господь благословляет и овощи, и фрукты, они просят Бога не отнимать свою милость и даровать плоды свои с изобилием. А то, что выращено, приносится Богу как благодарность. И поэтому это еще мы знаем, что и в Ветхом Завете существовали такие обычаи иудейского народа, когда приносили начатки овощей и посвящали Господу. И поэтому в этот день в церковь приносят вот эти плоды яблочные, яблоки, их освящают, прославляя Господа, чтобы Господь принял труды земледельцев, чтобы Господь не лишил милости народ свой, чтобы люди Божьи жили в радости и в достатке. Вот такой праздник мы празднуем 19 августа. Церковь во имя пророка Божия Ильи в Заволжском районе Ульяновска особенная. Это воинский храм. Он находится на территории 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. 2 августа в военном городке двойной праздник. Как известно, десантники почитают пророка Илью как своего небесного покровителя. И церковь в военном городке отмечает свое второе рождение. Она была построена в 1998 году в память о павших воинах-десантниках, трудами генерал-майора Вадима Орлова. В этом году храм был полностью отреставрирован и благоукрашен. 2 августа митрополит Симбирский Новоспаский Лонгин совершил его великое освящение. Владыка подчеркивает, строительство и помощь храму – это доброе дело, которое совершается ради многих и многих людей. Даже тех, которые пока еще не догадываются, насколько важна церковная жизнь. В наших храмах сегодня стоят те, кто еще 10-15 лет назад не считал себя верующим человеком, хоть и был крещен. Те, кто, если бы им тогда сказали, что вы будете ходить в церковь, молиться Богу, исповедоваться, причащаться, пожаривая плечами, вы отвернулись. А Господь Сам, ими же весит судьбами, приводит к себе каждого человека. По крайней мере, зовет к себе. И важно очень, чтобы человек откликнулся на этот зов Божий. А он звучит в сердце каждого, как бы он, казалось, далек не был бы от вещей духовных. Для того, чтобы этот зов был услышан, нужны храмы. Нужно место, где человек встречается с Богом. Это самая главная встреча, которая происходит в нашей жизни. Затем Владыка совершил в Ильинском храме первую, после Великого освящения, божественную литургию. Приход воинского храма имеет свою специфику. Здесь молятся люди, которые отправляются потом на поля сражений. Сюда приходят родные воинов, находящихся на передовой, а также потерявших своих близких. В первую очередь, особенность именно в том, что каждый, уходя с этой бригады на задачу, уезжая, не знает, вернется ли он домой. И поэтому душа тянется, душа, сердце не только самого солдата, но и его семьи, его жены, его мамы, его отца. И, собственно, прихожанами является в первую очередь. Слов утешения никто не сможет, на самом деле, подобрать. Ни один человек. Это не дано. Не случайно мы, как вот перед проповедью молимся, «Господи, усни мой отвезешь, и уста мою засят хвалутую». Только Господь, который может войти в сердце и исцелить ее. Дело в том, что ведь мы Богу приносим все, что в нашей жизни есть. И радостные моменты, и печальные моменты, и радость, и горе свое. Господь способен это утешить. Почему? Потому что у Бога все живы. Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. Господь говорит, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я упокою вас, успокою вас, дам вам покой. И поэтому молитва, которая возносится ко Господу, и ответ Бога, входящего в сердце человека, это приносит только успокоение и покой, надежду. Торжества продолжились в парке имени генерала Маргелова. Митрополит Лонгин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза генерала Василия Филипповича Маргелова. Затем владыка совершил молебен на начало доброго дела и осветил место под строительство нового храма во имя святого, благоверного, великого князя Дмитрия Донского. Я прошу молиться о том, чтобы Господь помог бы нам как можно быстрее, не затягивая, построить этот храм, который я верю, будет очень востребован всеми, кто живет здесь. И, конечно же, как я уже сказал, будет памятником таким вот нашим воинам, тем, кто отдал жизнь за свое Отечество и за нашу свободу, и тем, кто сегодня служит самодвижно, с полной отдачей во вооруженных силах нашего государства. Сейчас мы, как и стар, сажаемся за сохранение этих традиций и ценностей, за православие, за институт традиционной семьи, за будущее наших детей. Низкий поклон всем нашим воинам. Спасибо за верность Родине, за то, что защищает ее в самых опасных боевых действиях и продолжаете это делать сегодня. Строительство храма начнется в ближайшее время. Он станет настоящим духовным центром нового микрорайона Заболжья. Это будет достаточно вместительный храм, рассчитан на 350 человек. Этот храм в таком русском стиле, однокупольный, достаточно крепкий по своей фактуре внешне, архитектурно и напоминает чем-то именно такую новгородскую архитектуру храмовую. Достаточно интересный проект. Сейчас этот проект полностью делал капитонов Александр Михайлович. Это компания «Симбирс Проект». Они сделали такой замечательный храмовый комплекс, состоящий из самого здания храма и из двух, как обычно, вспомогательных зданий, принято их называть. Это здание, конечно, где разместится и воскресная школа для детей. Наталья Горенок, Юрий Конихин, Симбирская метрополия.